Я так, насколько опять же из ваших интервью понимаю, что у вас с отчимом очень хорошие отношения были, нет? Отчимом? Да. Ой! Нет? Роскошный был человек. Ну так. Но вы знаете, он говорил всегда, вот исполнился 18 лет, куплю квартиру, чтобы я тебя больше не видел. А, вот так вот. Мама с ним развелась раньше. Мама с ним развелась раньше, я очень жалею, потому что этот квартирный вопрос, понимаете, у меня очень так и не решался в жизни долго. Отчим был очень яркий, невероятно яркий человек. Это мужчина, который в 33 года на собрании, он был начальником участка какой-то энергетического, в энергетике. И умер начальник, там, не знаю, министр энергетики, предположим. И на собрании, это была коммунистическая партия, сказали, кого бы хотели предложить, он поднял руку и сказал, себя. И в 33 года он стал министром энергетической промышленности. Вот. Но он мне привил как раз спартанское такое вот воспитание, я его за это очень не любила, потому что утро начиналось с ледяного душа, с тех пор я не люблю воду, хотя имею первый разряд по плаванию. И все, что касается там всяких оздоровительных процедур, это все... Вы шикарно просто выглядите, на самом деле. Это не его заслуга. Нет? Это не его заслуга. Это как раз папы, мамы, это генетика. Я давно пришла к выводу, что я такая лентяйка, я опять же говорю, ругаю себя, я такая ленивая до ужаса. Вот, когда я приезжаю из гастролей, набираю там несколько килограмм, как мне кажется, я максимум, что делаю, это беру обруч, который мне подарили мои сыновья, и качаю пресс. Все. Ой, хотел бы я на это посмотреть. Просто у меня богатое воображение, я сразу... Ну, как только я прихожу в себя, я все сразу бросаю и начинаю есть. Сколько хочу. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.